Книга «Для Слового Божия нет уз» 2 Тимофея 2.9 Написали священник Николай Балашов и иеромонах Нафанаил Судников Заголовок «Тревожное русское небо» о фильме «Предчувствие» страница 283 Достойная человека жизнь корнями уходит глубоко в землю, а крона тянется в небо И понятна та невыразимая тоска и боль, с которой говорит Игнатий Тихонович Лапкин Человек духовный, сын крестьянина о земле, о земле отчужденной от человека, труженика Случайно ли то, что вместе с поруганной верой, поруганной и оскверненной оказалась и земля Молох коллективизации явился материальной предпосылкой воинствующего атеизма Предчувствие Взвешенная, аргументированная, свободная от спекулятивных эффектов переоценка ценностей Как часто идущие по этой тропе переоценки ценностей К бракосочетанию с истиной Истиной заключает союз с бесом Прямая речь Апрель 1991 год Страница 8 Фильм «Пречустие» Свердловской киностудии Красноярский филиал Режиссер Кузнецов Занял первое место среди документальных фильмов в России И на международном киноконкурсе Заговловок Потеряевка, деревня которой нет Ротоподъем Громовой раскат подбрасывает лежащих на жестких нарах Продираем глаза Уф! Нет, это не казарма С дежурным по роте Это летний лагерь православной общины Игнатия Лапкина На часах 5 утра Но вначале был расцветный полустанок Сонный проводник Удивленно смотрит на одетого по городскому бородача Сходящего с поезда Посреди Кулундинской степи Стук колес И фырканье от тепловоза Постепенно стихает Остается только степь Где-то здесь живут люди Живут в зыбких хижинах Над которыми возвышается православный крест Об Игнатии Лапкине Уже писала Номер 10 из 47 За 1990 год Писала о том, что он не в ладах с русской православной церковью РПЦ Ведь она до сих пор не покаялась За декларацию Митрополита Сергия Поставившего церковь под руководством НКВД За безграмотных и крестолюбивых священников За торговлю в храмах Писала о трудном пути проповедника Пострадавшего за веру в лагерях и психушках О том, что Лапкин со всей общиной Перешел по юрисдикцию зарубежной церкви Но сегодня речь о другом Посреди Кулундинской степи Была когда-то деревня Потеряевка Попавшая в начале 70-х в черный список Неперспективных Родная деревня Лапкино Степная дорога входит под сень огромных тополей Образующих аллею Когда-то здесь была улица Немногочисленные деревья явно посажены людьми Тополя вдоль дороги Черемуха чуть подальше И ощущение чего-то домашнего, уютного, родного Хотя кругом лишь степь Деревья, да большие хищные птицы Кружат на головой Среди деревьев Остатки саманной хижины Подарок этнографу Еще дальше Кирпичное строение без крыши Совсем новенькое Только буйная растительность внутри И снаружи обозначает возраст Похоже, так и не достроили Бросили на полдороги Деревянных домов нет Разобрали Степь кругом Каждая доска дорога Деревни давно нет Но бывшие жители Ее каждый год В Троицыну Родительскую субботу Скобка семи Собираются на могилах предков Такое бывает во многих местах Опустошенных Когда-то во имя абстрактного блага Родина же для человека Как оказалось Штука конкретная И любовь к родному Пеплищу вполне осязаема Ходят люди по степи Показывают Вот здесь наш дом стоял А вон тут черемуху дед посадил Большая деревня была Далеко раскинулась Когда-то здесь арбузы выращивали Рассказывают старожилы Но жили люди без Бога Пьянствовали Матерились Вот и наказал нас Господь Об этом и в Библии написано Кто не слушается Бога Того изгоняет он С плодородной земли На солончаки Видимо Пришло время каяться Вначале только старожилы А потом и новые члены Общины Лапкина Стали на лето приезжать сюда В степь Вдалеке от безбожного города Создали они свой островок Где живут по христианским законам В труде и молитве И детей сюда повезли Нечем им в городе нежиться Маяться от безделья В каникулы Пусть жизнь узнают Опять же от греха подальше Игнатий нас воспитывает По-спартански Сторожащий запрет на курение Алкоголь Уставные требования К одежде и к пище Это я ощутил на себе Все время Пребывание в лагере Пришлось работать Вместе со всеми Таскать доски Выдирать гвозди Копать землю Устав здесь строгий Лапкин был когда-то старшиной Разговоры только о Боге Или по выполняемой работе Нечего зря языками молоть Впрочем Народ здесь подобрался такой Что любой разговор Оказывается о Боге Еще Василий Великий говорил Что все животные тянутся к пище И только человек подносит пищу к себе Наклонился над тарелкой Сразу ложкой в лоб С этим здесь просто Поблажек никому не делается Ни журналистам Ни киношникам Ни детям Кстати, о кино Режиссер Владимир Кузнецов Снял здесь один из эпизодов Документального фильма Предчувствие Получивший первый приз На фестивале православного кино В Москве И теперь идут письма Из Москвы и Ленинграда Других городов Появились и там желающие Просят также принять на лето Ребята из детских домов Значит, работы прибавится Гуляет ветер по степи Пыль скрипит на зубах Ложится слоем на палатки На кастрюли На овощи Что приготовлены в суп Приготовление пищи В полевых условиях Из курса выживания Живущим здесь нравится Нравится и жесткая Армейская дисциплина И более чем скромная пища И тяжелая работа С рассвета до заката При полном отсутствии Развлечений Труд и молитва Но все же лагерь Не деревня Зимой здесь жить нельзя А значит Нельзя и скот держать Не увезешь В городские квартиры Сельскохозяйственную технику Надо восстанавливать Потеряевку Первым решился Священник Отец Яким Он тоже родом Из Потеряевки Там Где был его родной дом Теперь стоит его палатка Завел корову Выстроил для нее Сарайчик Теперь В лагере есть свое молоко А Игнатий Лапкин Бьется за землю Огромные площади Плодородной земли Пропадают без дела Но вот интересно Как только в инстанциях Встал вопрос об этом Как тут же появились Тракторы И начали пахать В первую очередь Запахали дорогу Идущую вокруг лагеря Теперь Приезжие механизаторы Пылят прямо через лагерь А пашут наспех С огрехами Пашут там Где раньше не пахали Обходя только старинные Кирпичные фундаменты Непостижимым образом Пропадают вещи из лагеря Время от времени Случаются пожары Не где-нибудь вокруг А именно в лагере И именно тогда Когда там никого нет Кто поджег? Местные мальчишки? Здесь вообще нет местных Пусто кругом Только Лапкин с общиной Мимо проезжает Голубой москвич Мужики Мужики Че это вы делаете? Дом строим Жить здесь будем Вот правильно И я говорю Поднимать надо Потеряевку Появляется директор Ближайшего совхоза Анатолий Майнуйнов И председатель Командующий Вечер Копаем яму для погреба Уже темно Предметы различаются с трудом Лапкин приказывает прекратить работу Игнатий Тихоныч Совсем немного осталось Но Лапкине умолим Надо еще успеть поужинать До вечерней молитвы Час ночи Темно Сигналом ко сну Служит Новосибирский поезд Что светит Окнами На горизонте Далеко в поле Видны фары Работающих тракторов Вот кто Кормилицы наши Мы спать ложимся А они работают А завтра Когда встаем? Как всегда В пять Анатолий Заковряжный Фотоавтор Сибирская газета 26 июля 1995 Страница Десятая Заголовок Храни вас Бог Как только вышел Закон о земле В этом году Мы решили начать Строить хотя бы Один дом в зиму Сначала нам угрожали А теперь даже есть такие Как депутат Писарев Помогающие достать Некоторый материал За наш наличный расчет Раньше в колхозе Было две молочные фермы Четыре конных Две пасеки Сады Птица ферма Несколько Овцев Ферм Но земля Все у нас будет Все у нас будет по совести Так мыслится А иначе для чего Это все Игнатий Лапкин Город Барнаул Крестьянская газета Номер 17 Сентябрь 1991 Заголовок Заголовок 20 лет спустя В заброшенную Потеряевку Вернулся человек Чтобы жить И работать Полтора года назад Беседуя с известным Христианским проповедником Игнатием Тихоновичем Лапкиным Честно говоря Сомневался Что его планы Возрождения Родной Потеряевки Найдут воплощение в жизни И в более то Стабильные времена Многие благие начинания Становились жертвами Безжалостной Бюрократической машины А в нас это смутное Шансы Игнатия Тихоновича На успех Казались и вовсе призрачными Но в чем Я не сомневался уже тогда Так это в силе Убежденности В своей правоте В правильности Выбранного им пути И вот я снова В Потеряевке Картина Белого Безмолвия Сверкающего Под солнцем Снега Впервые за много лет Была нарушена Самыми что ни на есть Прозаичным домом Скотным двором Баней А вот и тот Кто многое сделал Чтобы из печной трубы Весело устремился К зимнего неба Думок Чтобы тишину Нарушали мычание коровы Лай собаки И пение петуха Во многом Это стало возможным Благодаря брату Игнатия Лапкина Иакиму Тихоновичу Из рассказа Игнатия Тихоновича Лапкина В 71 году В числе последних Жителей Потеряевки Уехали наши родители Укрепление Сел Практически Превратилось В насильственное Выселение Когда закрывают Школу Магазин И ставят В положение При котором Жить невозможно Это я считаю Насильственное Выселение А ведь Земля здесь Хорошая И места Красивые Можно заниматься Сколотоводством И земледелием Весной 1991 года Сюда В родные места Иаким Тихонович Приехал вместе С Виталием Устиновым Чтобы через 20 лет После того Как последние Жители Покинули Потеряевку Начать Восстановление Поселка Началом Стали Две Палатки И участок Земли Скопанный Под огород По дощечке По лесенке Стали собирать Материал Для строительства Скотного двора Первую Существенную Помощь Оказали Поселенцам Председатель Комсомольского Средсовета И.Н. Писарев И директор Совхоза Кадниковский В.Г. Игонин Поддержали Морально Один Помог Купить Строем Материалы Другой Лошадь Уже Здесь На месте Купили Корову Вроде Все Просто Получается Помогли Привезли Но знал Бы кто Какие силы Истрачены Из Рассказа Иакима Лапкина Закончил Московскую Духовную Семинарию В 78 Году Стал Священником Но Никогда Не покидало Желание Вернуться В родные Края Приезжали Сюда И видели Малая Родина Зарастает Бурьяном И мы Решили Пора Начинать Возрождение Поселка Понимали Что проблем Возникнет Масса Летом Поселенцы Взяли За дело Готовили Простейший Строительный Материал Саман Иначе говоря Крупный Кирпич Из Глины Соломой Простейший То простейший Но Дома Из него Сделаны На совесть Стоят Веками 1 августа 1991 Года Первый Кирпич Был Положен А Всего На строительство Двухквартирного Дома Их Ушло Около 7000 Яким Тихонович Сам Прекрасный Камещик За Две Недели Сложил Стены А до Дождей Уже Крышу Сделали Разжиться Шифером Помог Директор Корченского РТО Колхоз Наука Тюменского Района Продал им Вторую Лошадку Без Тягловой Силы Пришлось Быту Вообще Уже На первом Этапе Восстановление Села Переселенцы Ощутили Что Многие Люди Досили Их Не Знавшие Относятся К Затей С Пониманием А Главное Не Чурялись Оказывать Помощь Из Рассказа Якима Лапкина Работали Мы Весь Световой День Кроме Воскресений И Религиозных Праздников В Палатке И Богослужения Совершали Сейчас К нам На Жительство Подали Заявление 15 Семей В основном Это Родственники Близкие По духу И Вере Люди Весной Этого Года Думаю Заложить 10 Домов Подчеркну Мы Стали Ощущать Благожелательное Отношение К нам Районной Администрации Администрации Села Корчино Пообещали Выделить Лес ДРЦУ Продало Нам 70 Кубометров Щебенки Кроме Дома Бани Скотного Двора Успели Колодец Выкопать И Пруд Сейчас Вот Завезли 28 Бетонных Плит Планирует На основе Бывшего Клуба Остались Стены Построить Школу И Храм В ближайшее Время Сюда Должны Подвезти Электроэнергию Проблему Питания До сегодняшнего Дня Решали По-разному Что-то Привозили Что-то Покупали Неплохой Урожай Собрали В огороде В этом Году Переселенцы Намерены Привезти В порядок Кладбище Пруды Ну а Что касается Рабочих рук С наступлением Тепла Приедут Единомышленники Кстати Ребятишки Из православного Лагеря Игнатия Лапкина Так сказать Соревнуются За право Поработать На восстановление Поселка Вдумайтесь В это У нас Тяще всего Соревновались За то Чтобы хорошо Отдохнуть Чувствую У многих Читателей Уже Вертится Вопрос Откуда Средства На восстановление Поселка В этом Дело Лапкины Вложили Все свои Сбережения Из рассказа Якима Лапкина Был у нас разговор В начале Всего этого Мы понимали Что дело Задумали Труднейшее Проблем Встретим Массу Но сейчас Мы постепенно Находим Понимание И благодарение Богу Сердца У людей Открывается Навстречу И потом У нас есть Руки Желания Внутри Внутри Дома Большая Русская Печь С палатами Алтарь С иконами Книги Религиозного Содержания И красочный Букварь Изданный В США На русском Ведь кроме Якима Тихоновича Его брата Павла Мамы Братьев Мария Егоровна Здесь живет Шестилетний Племянник Оси Так что Букварь Очень кстати К переселенцам Время от времени Наведываются Гости Единомышленники Посмотреть Поговорить Но первым делом Помочь Кстати Пришелся В этот день И обед В первом доме Возрождаемой Потеряевки Предложен нам Гостеприимным Хозяевами В Корченской Столовой К нам были Не столь радушны Мы уезжали И с трудом Осознавалось Что вот Этот дом Куры Четыре гуся И три утки Пара лошадей Мирно жующих Корова Пригревшая На солнце Все это И есть Начало Новой Потеряевки Начало Тому Что все Мы пойдем Наконец Поймем Наконец Нельзя Человеку Без Родины Вэй Ритунский Свет Октября 25 февраля 1992 года Номер 24 7321 Мамонтовский район Игорь Негода